Здравствуйте! Меня зовут Евгения Августина. Вы смотрите программу «Разберемся». Это совместный проект Одинцовского телевидения и общественной палаты района. Сегодня мы говорим о Вечном, о жилищно-коммунальном хозяйстве. У нас в гостях новый генеральный директор АО УЖХ Управления жилищного хозяйства Сергей Владимирович Кочевалин. Здравствуйте! Добрый день! И председатель комиссии по ЖКХ Сергей Михайлович Ерш. Здравствуйте! Здравствуйте! Напоминаю, что вы также можете присоединиться к нашему разговору. Телефон прямого эфира 8 495 508 86 84. Звоните и задавайте свои вопросы, желательно, конечно, по теме сегодняшней программы. Сергей Владимирович, вы в должности совсем недавно, 29 мая, были назначены. В каком состоянии приняли управляющую компанию? Ну, здесь одной фразой и не скажешь. Ну, состояние, скажем так, не совсем то, которое должно было бы быть у столь важного жизнеобеспечивающего предприятия города. Все непросто. Первым делом за что возьметесь? — Хороший вопрос. Сразу несколько направлений. Ну, самое главное направление — это долги предприятия. Очень важное направление — это кадровый вопрос. Ну и в целом, в принципе, текущие задачи их же никто не отменял. И я так думаю, сейчас в рамках нашей программы и прозвучат вопросы о наболевшем, о самом животрепещущем. Вот поэтому дела очень много. Да и сложно. Я, ну, фактически всего 7 рабочих дней проработал директором. Поэтому пока еще и сам точно не могу сказать, что вот это самое важное, это второстепенное. Да, все важное. Очень много сложных вопросов накопилось. Ну, судя по тому, что вы сегодня у нас в эфире, вы готовы к диалогу не только со средствами массовой информации, но и с жителями. Да. И с общественниками. Вот как общественная палата будет взаимодействовать с УЖХ? Ну, первое, что я хотел сказать, поздравить Сергея Владимировича, потому что он выходец из нашей комиссии. Он долгое время проработал и был консультантом-экспертом комиссии по ЖКХ. Почему был? Я и на сегодняшний день консультант-экспертом. Остаетесь, но тем не менее мы понимаем, какая теперь у вас нагрузка будет, Сергей Владимирович. Поэтому мы его хорошо очень знаем, действительно, как действительно такой активный, грамотный управленец. Человек, так сказать, обладающий большим жизненным, таким профессиональным опытом. Было очень приятно. И второе приятно вдвойне о том, что первым, что Сергей Владимирович сделал как руководитель, это то, что он вот эту встречу пригласил организовать именно он. Это для нас очень такой хороший позитив о том, что взаимодействие у нас в дальнейшем будет налажено. Ну и судя по тому, что он был и есть консультант-эксперт общественной палаты, он знает те проблемы, которые людей волнуют в первую очередь. А часто ли, кстати, люди в общественную палату обращаются с проблемами ЖКХ? Вот можно какой-то хрейтинг составить? Вы знаете, проблемы ЖКХ, они занимают основное, будем говорить, количество обращений наших граждан. И именно по компании ЖКХ, вот по этой компании, у нас основной, в общем-то, будем говорить, пакет такой вот вопросов. Почему основной пакет? Потому что домов больше всего обслуживает ЖКХ? Вы знаете, наверное, с тем, что сказал Сергей Владимирович о том, что все-таки вот он принял компанию, ну, не в очень таком, будем говорить, хорошем состоянии. И вот последние, вот эти вот год-полтора, действительно, люди были недовольны, так сказать, теми услугами, которые представляла компания. Самое чувство, что диалога не было. Да, да, да. И вот предыдущий директор, я не хочу ничего плохого говорить, но, тем не менее, мы не нашли, так сказать, общего понимания. С общественниками он вообще практически не общался. Ну и с жителями тоже, чем там греха таить. 508-86-84, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Людмила Васильевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос, конечно, его вины здесь нового начальника у нас нет, но чтоб на будущее хотя бы. Вот я проживаю по Северной 46, уже много лет, и когда такой грязи возле нашего дома, я не видела ни в мусорке, где мусорка у нас стояла, там назад было чистенько, контейнера были все выкрашенные, чистенькие, непобитые. Сейчас вот выходишь с подъезда, грязь, вот эта дорога, которая находится во дворе, никогда не убирается. Если мне муж попросит, вот там, который по улице чистит, ну, завернет парнишка, прочистит. А так, а нам отвечают, как в Домоуправлении мне сказали, это не наша территория, это звоните в администрацию, это администрация эту дорогу должна дворовую убирать. Я говорю, а кто же? Звоню, какого-то Миша мне дали. Он говорит, а у меня территория от двери подъезда, и до этой дороги больше я не убираю. Я говорю, а кто убирает мусорку? Это не мое. Звоните в администрацию. Да что же это такое? У нас такого никогда не было. Спасибо, Людмила Васильевна, за звонок. Сейчас попробуем разобраться. Я так понимаю, что Миша звезда. Уже известен вам. Да, конечно, но еще бы. Так вот, что Миша обязан убирать, а что убирать не обязан? Дело в том, что вот и сейчас, и на этот вопрос у меня тоже нет однозначного ответа. Потому что в попытках как-то улучшить ситуацию и администрация городского поселения, и управляющие компании, каким-то образом пытались пересматривать зоны ответственности. Сейчас этот вопрос не до конца урегулирован. И нам еще нужно будет определить зону ответственности управляющей компании, зону ответственности администрации городского поселения и служб, находящихся в этом распряжении. Это те самые пятиметровые зоны, где надо, где не надо. Или может быть больше, может вообще никакой зоны. Здесь еще, понимаете, здесь можно уйти в такие юридические тонкости коллизий. Территории домов не откадастрированы, то есть нет определенности вот этой вот границы. Поэтому будем разбираться в самое ближайшее время. Это тоже одна из моих... Вы порядок там ведете? Евгений, мне просто... А зачем я пришел? Хотелось бы два слова добавить, пока мы находимся в таком благоприятном летнем периоде. Потому что вы знаете, что как только со снегом будет веселее. И к этому нужно определяться, конечно, и готовы, так сказать, совместно эту работу проводить. Ну, к сожалению, ни для кого не секрет, в прошлом году был подведен рейтинг управляющих компаний. УЖХ занимает там далеко не лидирующие позиции. По каким критериям вообще этот рейтинг составляется? Что туда входит? Так, ну, вообще основной критерий, как сейчас определяют те люди, которые определяют этот рейтинг, это чистота придомовой территории, порядок на придомовой территории и состояние подъездов. Это, ну, то, что на виду, вот то, что бросается в глаза. Но критерий оценки там очень много, их несколько десятков. Я всех на память, конечно, и не помню. Но вот мое мнение такое, что на первое место надо было бы ставить все-таки степень удовлетворенности жителя, оказываемой ему коммунальной услугой. Но, тем не менее, значит, в верхах, в правительстве, кто занимается составлением этих рейтингов, там свое мнение. Но, еще раз повторюсь, очень много показателей. И вы знаете, этот рейтинг, он такой немножечко лукавый. Условный, да? Да, условный. Не надо слишком сильно, так сказать, обращать на него внимание. Это вот не рейтинг, например, теннисистов, где там четко, чем больше побед, тем выше рейтинг. Ну, а об удовлетворенности потребителей жилищно-коммунальных услуг мы с вами еще поговорим. 508-86-84, телефон прямого эфира. Антон, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Да, меня зовут Антон, я проживаю по адресу Можайское шоссе 66. У меня вот вопрос в следующем. Мы неоднократно обращались в нашу управляющую местность ЖКХ, ЖО 9, на предмет того, на заделку межпанельных швов в доме. Мы же на втором этаже, у нас угловая квартира, и комната попадает на детскую комнату, и она вся промерзает. То есть мы неоднократно обращались, уже заявление три писали три года подряд. И нам говорят, что все сделаем, все сделаем, и наш дом пропускают. Мы же на втором этаже, начиная от курса, идут в сторону центра. И наш дом, как говорят, ваш дом пропустили. По каким причинам сменилось руководство, мы опять написали заявление, и снова наш дом пропустили. Мы будем надеяться, что на этот раз не пропустят, Сергей Владимирович. Есть какая-то информация по этому дому? Какая информация? Есть нормальная, хорошая подрядная организация, работающая по вполне вменяемым ценам, которая занимается ремонтом межпанельных, межблочных стыков. Поэтому я себе записал этот адрес. В принципе, да, дом действительно старенький, и неудивительно, что такая проблема на нем уже существует. Поэтому, опять же, ничего не хочу обещать, потому что, ну, с моей стороны, было бы не совсем ответственным заявление, что, если я скажу прям завтра, да, придут и все сделают. Вот. Конечно, будем заниматься, потому что межпанельные стыки, это, как и кровли, это очень больной вопрос, впрямую влияющий на состояние здоровья, на качество проживания наших жителей. Я так понимаю, один из главных вопросов сейчас у вас в повестке дня – это восстановить вот те доверительные отношения, которые с жителями Одинцова. С жителями, да. Каким образом собираетесь это сделать? И, наверное, это напрямую взаимосвязано вот с той самой удовлетворенностью, о которой мы говорили. Да, да, да. Ну, во-первых, каким образом? Первое – это то, что вот сегодня мы с вами в прямом эфире работаем. Ну, еще хочу сказать, что достаточно много жителей, вот старших по домам, председателей Совета домов, они меня знают. Слава Богу, еще вот сказывается опыт не столь давней моей работы в городской администрации в должности зама главы. Вот. Потом очень много, ну, я местный, я здесь родился, много людей, с которыми вот в восьмом микрорайоне, например, где я вырос, учился в первой школе, там еще, слава Богу, живут те люди, с которыми я еще со школьных времен знаком. В общем, нужно идти на прямой контакт. Есть, опять же, есть часы приема, их не так много, но все-таки пару часов в неделю мы выделяем для приема населения. Это, если кто не знает, это четверг с 15 до 17 у нас на новоспортивной 10. И обращение от общественной палаты наверняка также будете принимать. Взаимодействие с общественной палатой, это от нас тоже никуда не денется, благо оно уже практически и давно существует. Поэтому нам, одна из моих задач тоже, это постараться все-таки чуть-чуть подправить тот отрицательный имидж АО УЖХ, который за последние годы сложился. Евгений, я в продолжение буквально два слова хочу сказать. Просто в диалоге вот пока находимся. Хотелось бы вот действительно обратить внимание, есть моменты, которые действительно кричащие, которые не требуют больших финансовых затрат, больших вложений и так далее. Вот на эти моменты мы как общественники и так далее, мы просим вот всегда управляющую компанию откликнуться очень быстро, сделать что-то то, что можно сделать. Это и безопасность, так сказать, граждан, где-то какие-то там малые формы, там детские площадки, там подъезды, входы и прочее, прочее. Вот на этом, конечно, у людей всегда набивает оскомину. Казалось бы, ну что это за вопрос мелкий, да? И вот так долго как-то решается, тянется и так далее. Поэтому, конечно, Сергею Владимировичу вот хотелось бы на это, чтобы он обратил внимание. Ну это, кстати говоря, на удовлетворенность, мне кажется, в большей степени вот эти мелочи, они играют роль. Да, 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 раздражающие мелочи. 86-84, телефон прямого эфира, и до нас дозвонился Владимир Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, где вы живете? Я проживаю в Трехгорке. Задавайте ваш вопрос Сергею Владимировичу. Вопрос такой у меня, такого сладо характера. Когда едешь от Трехгорки, в сторону Москвы, висят четыре знака дорожных. Вот, два левых знака только прямо, один для автобусов, и крайний правый, тот поворот. И вот как, скажите, Минка и Рублевка по двум рядам может проехать без пробки. Спасибо за вопрос, Владимир Владимирович. Я думаю, Сергей Михайлович, это больше к вам. Ну, я понимаю, трудности с движением есть при выезде с Минского шоссе. Я сам каждое утро выезжаю, значит, но хотелось бы сказать, с учетом, вот, так сказать, реконструкции и того, что сейчас уже сделано, реконструирован этот участок головной дороги Минского шоссе. Конечно, движение стало намного удобнее, комфортнее. Здесь немножко сказывается дисциплина водителей, потому что многие занимают еще полосу автобусов, так сказать. Но с установкой камер, так сказать, соответственно, я думаю, что когда люди привыкнут встать в два ряда со средней скоростью, они могут спокойно, так сказать, выезжать. И здесь, так сказать, я не вижу такого, что можно что-то сейчас кардинально придумать. А, у меня, кстати, вопрос в ту же тему. Все-таки из Трехгорки выезд на платную дорогу будет ли? Вы знаете, я знал, что этот вопрос будет. Вы не знали, кстати, Сергея Владимировича, наверное. Нет, мы понимаем, это не первое, кстати, обращение. Люди спрашивают, значит, мы буквально вот вчера, позавчера в комиссии подготовили обращение, запрос, будем так говорить, в администрацию района, с тем, чтобы нам дали полностью разъяснение, на каком этапе, что находится, как планируется, почему притормозили, в чем проблема, почему до сих пор, так сказать, вот эти вопросы не решены. И я думаю, когда мы получим ответ конкретно из администрации, мы уже сможем ответить на этот вопрос. Будем ждать этого ответа, который действительно важен для многих жителей нашего города. Мы, разумеется, готовились к сегодняшнему прямому эфиру. Съемочная группа телекомпании Одинцова вышла на улицы нашего города и пообщалась с жителями. Вот какие проблемы ЖКХ, их волнует в первую очередь? Давайте послушаем. Все недовольны тем, что капитальный ремонт сейчас выделили отдельно в жировку. И как-то, ну, особенно пожилым. Им это все достаточно тяжело. Надо ходить куда-то, надо забота такая. Ну, и, конечно, мы ждем этого 1 июля прибавления стоимости. Просто, сами понимаете, с волнением, с большим. Все дорожает и дорожает. Ну, на дворке исчезли в Одинцово. Ни зимой, ни летом, ни весной. Куда они исчезли? У нас хорошо убирают, но просто это самое, хотелось бы. У нас вообще нет. Как-то нет такого резкого повышения, конечно, потому что капитальный ремонт непонятный. Теперь мы платим большие деньги. Подъезды все остыканы. Все-таки. Да, и хочется, конечно, чтобы не так резко повышали. Ремонт, чтобы подъезды почаще делали. Убирались, по крайней мере. У нас что-то редко стали убираться. У нас детская площадка страдает. Год тому назад даже больше сняли карусели, обещали поставить. До сих пор нет. Значит, пандуса нет. В подъезде делали ремонт, сняли. Два года. Не можем никогда биться, чтобы сделали. С коляской неудобно по ступенькам подниматься. Ну, и плохо убирают детскую площадку, город. Очень плохо убирают. Придут мужчины, сядут на лавочку, посидят с мешками черными, посмотрят на эти урны и пошли. Все, они поработали. Порядка больше, конечно, чтобы газоны бы все прибирались чаще. Зимой снег убирался. Подъезды бы ремонтировали почаще, конечно. Было бы получше. Детские площадки. Самое главное. На школу дома есть большая детская площадка. Она толком не функциональная. Если взять Чикина 17, в подъезде все плохо. Уже 25 лет. Да, оплата ведется регулярно коммунальных услуг. Но почему-то не видно на этаже ни разу, что какой-то результат дается. Собственно, все. Ну и пониже, если коммунальные платежи будут, было бы замечательно. Или хотя бы видно, что наши деньги уходят действительно по назначению. В прямом эфире ОТВ программа «Разберемся» 508-86-84. Сегодня мы говорим о жилищно коммунальном хозяйстве города Одинцова и управляющей компанией «Ужихан». К нам дозвонился Юрий Кириллович. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос к товарищу самому главному. Передо мной лежит последний документ о том, что я живу в дом Бирюзова-26. В этом доме в 2015 году, осенью, начали ремонт подъездов и снаружи кое-какие дела должны были сделать. Была поздняя осень, они не закончили до сайта ремонта и ушли. В 2016 году мы получили от старых начальников ООЖКХ, что они выполнят ремонт в третьем квартале 2016 года. Этого не произошло. Потом длинные переписи, начиная от самых низших начальников Дома правов до товарища Иванова. И мы получили, и потом пришлось нам обращаться через прокуратуру. Вызвали строительную инспекцию. Этот старший начальник написал нам письмо, что закончить недостающие невыполненные дела во втором квартале этого года. Но второй квартал заканчивается, ни начала, ни конца, ничего нет. Понимаете, у нас возникает такой вопрос у жителей. Вообще люди, которые пишут письма друг к другу, начиная от Думы права начальника ООЖКХ, потом начальник ЖКХ города, потом района Каратаева, потом Иванова. Вообще есть у этих людей ответственность перед этим ответом? Спасибо, Юрий Кириллович. Мы ваш вопрос поняли. Давайте дадим Сергею Владимировичу возможность ответить. Конкретно по Березову 26, ну опять же, записал адрес. Если был ответ, что мы обязуемся выполнить это во втором квартале, ну вот, как уважаемый Юрий Кириллович сказал, второй квартал заканчивается. Но еще, слава богу, не совсем. Еще некоторое время есть. Есть. Попробуем. Надо посмотреть масштаб катастрофы. Я у начальника ЖКХ узнаю поподробнее. Если нужно, может быть, даже сам подъеду, посмотрю, в каком состоянии дела. Юрий Кириллович не единственный, кто жалуется на не очень хороший, мягко скажем, ремонт подъезда. Мы будем надеяться, что Юрий Кириллович оставил свой номер телефона. Я думаю, несложно нам будет найти. Кто занимается ремонтом подъездов и есть ли такой понятий, как гарантийный ремонт? Можно ли его сделать? Да. Ну, под категорию гарантийный ремонт попадают ремонты, носящие капитальный характер. Текущий ремонт – это текущий ремонт. Хотя, в общем-то, если в рамках текущего ремонта производится частичная замена каких-то элементов, ну, тех же окон, может быть, или входных дверей, то на эти работы тоже существуют определенные гарантийные сроки. А кто занимается? Ну, сейчас несколько подрядных организаций, с которыми действующие договоры на выполнение этих работ существуют. Каким-то образом сейчас вмешиваться в этот процесс, ну, было бы, наверное, не очень разумно, потому что худо-бедно, но люди работают. Вот. Есть, и поскольку ремонт подъездов – это программа областная, губернаторская, в плане у нас ремонт порядка 160, с чем-то, около 170 подъездов должно быть отремонтировано до 1 декабря этого года. Да. Вот. Сейчас, ну, есть определенное отставание от графика. На сегодняшний день у нас 39 подъездов в завершенке. Вот. То есть работа предстоит большая. Есть какие-то вот сейчас замечания к подрядчику, и идет ли он на контакт, готов ли он эти замечания? Подрядчики очень даже идут на контакт, поскольку они заинтересованы в получении денежных средств. А денежные средства только после приемки, правильно? А денежные средства, ну, здесь тоже все очень индивидуально. Есть подрядчик, который работает без предоплаты, но и, в общем-то, ничего сверхъестественного нет в том, если подрядчик получает предоплату для приобретения необходимых расходных материалов. Вот. Здесь есть разные схемы. Вот. Так что подъездами однозначно занимаемся. И по Бирюзову 26, если, как уважаемый наш зритель сказал, это аж с 15-го года тянется, ну, это, конечно, не есть хорошо, но не буду никак комментировать работу предыдущего руководства компании. Это уже на его совести. Ну, да. Ваша задача, наверное, самая сложная – исправить эти ошибки, которые были допущены. Да, да. Работа над ошибками сложнее, чем просто работа. Да, работа предстоит большая, такая расхожая фраза. 908-86-84, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Звягинцев Иван Федорович. Иван Федорович, задавайте ваш вопрос. У меня вопрос к Сергею Александровичу. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, вот, вы уже пятый директор на должности ООО «ЖХ». Вот. При назначении на должность поставили вам какие-то задачи ваши акционеры? Первое. Второе. Планируете ли вы инициировать какие-либо проверки финансовые для того, чтобы выправить организацию? И третье. Вы уже были директором одной из управляющих компаний. Не кажется ли вам, что наступать в одну и ту же воду не совсем корректно? Спасибо за вашу… Еще. И четвертое. Скажите, пожалуйста, может быть, поправлять имидж нужно не с каких-то пиар-акций, а с конкретных дел? Спасибо. Ну, на самом деле, я хочу сказать про пиар-акцию. На самом деле, сегодня никакая не пиар-акция. Программа «Разберемся», программа «Общественная палата Одинцовского телевидения», на которой, в общем-то, мы пытаемся сохранить прямую связь с жителями города Одинцово и Одинцовского района. Сергей Владимирович, у нас остальные вопросы ваши. Ну, уважаемому Ивану Федоровичу, что хочу сказать. У меня нет цели пиариться. Это, ну, совсем мне не нужно, потому что, в общем-то, я тот, кто я есть… Страны пиарятся в том месте, где я тебя все знаю. Давайте не про пиар, все-таки про вопросы. Все-таки не об этом. Да, уйдем от этого последнего. По поводу того, что, видимо, Иван Федорович немножечко в курсе моей биографии. Некоторое время, совсем небольшой промежуток времени, я был генеральным директором Одинцовской управляющей компании. Ну, это сейчас она практически прекратила свое существование. Там было всего пять жилых домов. Ну, из благих побуждений компания была создана, но немножечко, скажем так, экономику не подрассчитали. Не совсем правильно это было все организовано. И когда я начал руководить этой управляющей компанией, буквально где-то в течение двух-трех недель, понял, что это, в общем-то, никому не нужное детище. Вот, с чем, собственно, и пришел к учредителям. А учредители были, это наши же ресурсники. Водоканал, теплосеть, электросеть, лифтовики. Вот. И моя позиция была, что... Ну, это неинтересно, это никому не нужно. Сергей Ильич, а по взысканию долговый вопрос был, он спрашивал то же самое. Вот, по поводу инициировать какие-то финансовые проверки, но это не моя функция, это не моя прерогатива, в общем-то. Мне приходится работать с тем, что есть в том виде, в котором это на сегодняшний день. И задачи, которые перед вами поставили, если... Вот, акционеры поставили одну задачу. Предприятие должно работать, его нужно сохранить. И это, естественно, во благо всего нашего города. 508-86-84, мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте, Ирина. Алло, здравствуйте. Ирина, здравствуйте. Алло, алло. К сожалению, возникли какие-то технические проблемы. Сергей Владимирович, очень многие жалуются на уборку не только прилегающей территории, но и на уборку подъездов. Почему уборка производится плохо? Может быть, не хватает сотрудников для того, чтобы убираться? Ну, вот, на сегодняшний момент, опять же, неоднозначная ситуация в этом плане, потому что предыдущее руководство передало аутсорсинговым компаниям тот персонал, который был в штате нашего предприятия. Вот, и теперь у меня, скажем так, некоторые рычаги воздействия на эту ситуацию все-таки утрачены, их нужно будет восстанавливать. Вот, а вообще, в принципе, уборка подъездов должна производиться в соответствии с графиком. А куда жаловаться, если не производится? Куда нам, потому что куда бы житель не пожаловался, этот вопрос все равно будет адресован нам. Вот, и чем выше жалуется заявитель, тем дольше он будет получать ответ на свой заданный вопрос, и тем замедленнее будет реакция на заданный вопрос. 508-86-84, до нас снова дозвонилась Ирина, здравствуйте. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Ирина, пожалуйста, если есть возможность, да пока лучше ваш вопрос. Я не совсем уверена в том, что по адресу занимается ли данная организация окосом травы. Что меня удивляет, я проживаю по адресу улицы Садовая, 12. Вот впервые вижу такой способ окоса травы, когда сначала была трава окошена метров 5 от дома, потом через несколько дней метра 2 от пешеходной дорожки, а середина осталась полностью вся вот буйным цветом цветет. Вот входит в компетенцию вашу данный вид деятельности? Некошенная середина, это видимо то, что не поделили управляющие компании городского хозяйства. Да, 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 совершенно. Это вот как раз то, о чем мы уже говорили. О том, что на сегодняшний день нет четкого разграничения зоны ответственности. Вот те 5 метров вокруг дома, это окосили сотрудники управляющей компании. Большая часть городской территории, это, ну, есть городские службы, и мне как-то некорректно комментировать их деятельности. Дорог, дорожная служба, соответственно, как. Да, 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 вдоль дорог общего пользования, там дорожники, на балансе которых находятся данные дороги. То есть здесь, ну, у нас, вот, повторюсь, до сих пор вот этой вот четкой границы пока не обозначены, и мы будем этим заниматься, мы этот вопрос в любом случае будем решать. Хотя, казалось бы, что проще, может быть, если существует правило благоустройства, утвержденный совет депутатов, городское поселение, пожалуйста. Там они 5 метров-то, по-моему, увеличили. Ну, надо как-то эти нормы, наверное, уже давным-давно изменить, регламентировать, и как-то вот состыковать эти метражи, вот так сказать. Получается, семи нянек, дитя без глаза в какой-то степени это работает. Ну, нянек-то, к сожалению, не семь, а все-таки поменьше. Но может оно и лучше. Безусловно, было бы неправильным, если бы мы не ответили на многочисленные жалобы опрошенных нашей съемочной группой жителей на высокие коммунальные тарифы. Как они начисляются, и к чему же нам готовятся с 1 июля? Действительно, все так будет страшно, как вот боятся люди? Да нет, конечно, страшного ничего не случится, какого-то катаклизма, как вот, например, бензин, коммунальные услуги дорожать не будут. Хотя напрямую с общей инфляционными процессами подорожание услуг жилищно-коммунальных тоже связано. Вот, что хочу сказать, в части тех работ, за которые отвечаем мы, они дорожают меньше всего. Ну, житель, он получает общую, скажем так, платежку, в которую включены и ресурсы, там вода, канализация, тепло, газ, у кого он есть, вывоз ТБО. Вот, и уже совсем небольшая доля в этой платежке, это именно у обслуживания жилого фонда. Так вот, обслуживание жилого фонда из года в год у нас в цене прибавлялось на 2-2,5%, если, предположим, там тепло может подорожать на 6-8%. Ну, могу ошибаться в цифрах, но ресурсы дорожают больше, чем услуги по содержанию жилого фонда. Это сказывается на общей сумме, поэтому впечатление общее такое. Да, 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 общее впечатление, конечно, размер квартплаты увеличивается в любом случае. Ну, за увеличивающийся размер квартплаты, я думаю, переживают те, кто ежемесячно платит, собственно, по счетам, а есть те, кто, к сожалению, не платит. Как будете с ними бороться? И много ли таких в районе, в городе? Ну, численность не назову. Значит, как будем бороться? Не как будем бороться, но эта работа не прекращающаяся, она ежедневная. Отдел, целый отдел во главе с очень квалифицированным начальником у нас занимается этим вопросом постоянно, претенциозной работой, подачей исковых заявлений в суды, получением решений арбитражных судов. Взыскание, работа с судебными приставами – это работа, не останавливающаяся, и на сегодняшний день темпы ее мы снижать не намерены. Должников, конечно, очень много. И характер этих задолженностей разный, разные причины их возникновения. Чаще всего разгильдяйство. Иногда, ну, есть, знаете, просто вот такие маргинальные личности, которым, в общем-то… На что-то деньги есть, а на коммунальные платежи? Да, да, да. Не будем уточнять, на что деньги есть, на коммунальные платежи их чаще нет. Очень много должников такого характера, которые приобрели жилье и просто забыли о его наличии. Ну, некоторым образом забыли. Но, тем не менее, даже если в квартире никто не живет, она не сдается в аренду кому-то, тем не менее, услуга оказывается, отопление и прочее содержание жилья. Начисление происходит, но приходится отыскивать собственника. Это тоже отдельная работа, такая сложная, но она ведется в любом случае. Спасибо большое, Сергей Владимирович, Сергей Михайлович, что пришли сегодня к нам в студию. Ну, это только начало большого пути. Желаю вам удачи и надеюсь, что через какое-то время мы встретимся здесь же с вами и уже подведем какие-то определенные итоги. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok